Что меня раздражает в играх в последнее время? То, что абсолютно не во что играть. Да, игры много, их нереально много, но есть одно большое НО. Все игры последнего времени, они копируют друг дружку, они все поголовно одинаковы. Кругом сплошны онлайн-дрочильни, песочницы, в которых натыканы рандомно какие-то объекты или противники, и ты перемещаясь между ними и уничтожаешь их. Battle Royale захватил просто всё. Я уже не припомню какой-либо крупной игры, которая хотя бы отчасти не копировала этот режим. Даже моя единственная и уважаемая сетевая игра Battlefield пошла по тем же стопам и выпустила этот режим. И что самое главное во всём этом безумии, это то, что сами разработчики похоже не замечают, что скатываются в однообразное говно. И самое страшное, что живые примеры ничему не учат, и они наступают на одни и те же грабли. И я не говорю, что онлайн-игры это что-то плохое, но индустрия просто перенасыщена уже ими. Окей, давайте разберёмся. Выходит очередной онлайн-высер для задрачивания под названием Anthem. Очередной пустой мир с рандомно натыканными зонами интереса, который посещает группа игроков. Прилетели, уничтожили врагов, собрали лут, полетели к следующей. И так по кругу. Засрали игру все, кому не лень. Так как большинство уже осточертели игры подобного рода, в которых просто нехер делать, кроме сплошного гринда. Игры, которые заточены под сервисы, продажи лутбоксов. Игроки-то не слепые, видят всё и чувствуют, что их хотят развести на их кровные. Хотя есть и такие, которые съедят любой говнище, которым дают из года в год. Самое интересное в этом всём, то что самые успешные проекты последнего времени, которые выходят, это ремастеры старых игр. Именно старых, однопользовательских, сюжетно-ориентированных игр. В них играют миллионы, им ставят высокие оценки. Их хвалят, рекомендуют, любят и обожают. Последний пример это Resident Evil 2 ремастер. Но затем вновь разработчики выпускают онлайн-дрочильню, которая с треском проваливается. Например, тот же Fallout 76. Люди уже сколько лет делают различные моды, визуальные, технические, чтобы в очередной раз перепройти старые игры серии. Но это разработчикам ничего не говорит. Они гонятся за трендами и выпускают миллионную онлайн-пустышку, которой кроме мира, сделанного на коленке, нет больше ничего. Если включить геймплей этой игры, рандомный, тыкнуть в любое место видео, то вы увидите, как какой-нибудь чел просто обшаривает тумбочки или убивает каких-нибудь гулей. При том, что игра не позиционирует себя как шутер, но тем не менее, все основное время игроки что и делают, как собирают лут и стреляют в гулей. Сценаристы все вымерли, не осталось их совсем, некому писать сюжет, некому придумывать характеры персонажей или что, что происходит. Даже сингловые игры последнего времени это модель онлайн-игры, заточенная под одного игрока. Сейчас вот ожидается Rage 2 и что же я вижу? Это все тоже онлайн-песочница по сути, только вместо противников игроков выступают боты. А так все сводится к одному, очередная пустыня, в которой натыканы базы, между которыми ты перемещаешься с целью их уничтожения. Все то же самое, что происходит в любой онлайн-игре, только действуешь ты на этот раз один и играешь против ИИ, а не живых людей. Почему разработчики сами не замечают этого, их пинают, хейтят, им занижают оценки, но они продолжают выпускать однообразный кооп онлайн-драчильник. Skyrim, игра 2011 года. До сих пор люди играют и клепают моды на нее, чтобы продлить ей жизнь, потому что элементарно нет альтернатив. Все любят Dragon Age Origin и все презирают Инквизицию, потому что опять нам дали по сути онлайн-игру под видом однопользовательской. Она полностью от и до вся выглядит и чувствуется как онлайн-игрушка с пустым миром и натыканными в ней противниками, как незавершенный онлайн-проект, который решили сделать сингловым на полпути. Люди обожают Diablo 2, играют и по сей день, но Blizzard выпускает очередное унылое онлайн-говнище, заточенное на микротранзакции, которые все снова поливают грязью. Почему разработчики такие железобетонные и все время где-то на своей волне, не хотят слышать игроков, они слушают своих маркетологов и получают в итоге вновь кучу отрицательных отзывов на свои игры в Steam и на сайте Metacritics. Если открыть список лучших игр за все время, там будут сплошные старые добрые однопользовательские игры. Очень надеюсь на то, что эта тенденция пойдет на спад и издатели и разработчики наконец поймут, что уже просто пересыщение онлайн-драчильнями. И пора бы начать делать то, о чем просят люди. Все просят ремастеры своих любимых игр детства или юности. А почему? Потому что тогда игры были действительно тем, что способно было тебя увлечь на долгие вечера, погрузить в историю, дать почувствовать себя частью проработанного интересного мира, взаимодействовать с ним. Если честно, на фоне всего, что сейчас происходит в игровой индустрии, мне реально страшно за шестые древние свитки. Это, пожалуй, единственная игра, за которую я очень боюсь, со всем остальным уже давно и так понятно, что не выйдет, обязательно будет мультиплеерным коопным говнищем. Только иногда нас радует чем-то вроде Resident Evil 2 или Metro Исход. Вы можете согласиться со мной, можете не согласиться, у всех свои взгляды и вкусы, но я решил поделиться именно своим мнением насчет этого всего. Просто достало, я устал перепроходить старые игры, только потому, что новых игр, дающих такие же ощущения, нет. И залипать в какой-нибудь очередной батл рояль нет абсолютно никакого желания. Подписывайтесь на канал, с вами был Дэнни Марс и до новых встреч.